Вы нас забили этими люберами, вы дали им ход, после чего вот эта вся масса их подхватила, сейчас уже без толку что-то делать, понимаете, и это обидно. Но есть часть молодёжи, которая накачала себе мускулы в подвалах, о чём так наши газеты умилялись, а теперь не знает, куда эту силу девать, и поэтому тригут нас, бьют, и увечер. У них нет, у них нет своего лица, понимаете, у них у всех вот такие головы, у них нет идеала. Почему? У них есть идеал, у них, например, идеал, допустим, Марноль, Шварценеггер, там, мистер вселенный с объёмом бит 64 мм. Они приходят, чумятся так же, как мы, веселятся, им нравятся, они слушают эту музыку, а после этого выходят и бьют на морду. То есть они получают двойное удовольствие, а то удовольствие, которое мы получаем, они сводят просто на нет своём поведении. Но если нам это бьют, слушают, мы же не бьём их за это. За то, что они головы себе спрягут, мы же не бьём их за это. Почему они должны бить нас за то, что у нас волосы длинные, за то, что мало там, я не знаю, да не только металл, хастров, но такая разница, что мы слушаем. А уровни развития этих глупеньков, понимаете, чем проще, тем лучше. Просто любое проявление, когда человек выходит из массы, они расценивают как либо какое-то социальное преступление, либо уголовно наказуемое, и по их мнению вершат там самосуд. Кстати, за это опять же радует наш пресс. Замечательная статья в журнале Огонёк о Люберах, он всё сказал само о себе. Если их раньше было 100 человек, то теперь их тысячи. Мы сравниваем себя, то же самое, что любят в Москве, то же самое, что и 20-й район Саратов. Ведь Любер, мы всё правильно сравниваем. Вот так. Ну, Люберы не всех подряд бьют, они не бьют же таких людей. Не всех подряд они. Не всех они подряд. Да они не всех подряд, отличие штаны и ноги. Вот мы бы не били их, да, пусть, вот ордит. Они бы нет никого. Ну, они говорят, мы таланты, да, мы пишем песни. А вот, ну, пусть они напишут песни, которые нас проймёт, что вот мы бы их не трогали. Ну, вот раньше сказки, да, смотрели. Сотки там хотели его избить, да, он спел песню там, всем бандитам понравилось, да. Его не трогают. Пусть нам споют такую песню, которая нам понравится. А кто-то, 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 кто-то. Ну, вот объясните, как с этим бороться? Они не понимают другого языка. Они не понимают вообще вот этого. Я не понимаю их стремления. Куда они хотят? Чего они хотят этим выразить? А вы что хотите? Мы хотим, чтобы... Я думаю, что каждый народ должен быть похож на свой народ. Мы хотим, чтобы наш народ отличался всего завтра. Они как они, отделят по брякушке, все вот это железо и хотят... Да что, завтра стараются быть похожим сейчас на нос. Да, сейчас на западе. Сейчас в течение, наоборот, все одевают со звездами, с надписями. С серпами. Если такое шипа, в железо просто кем отнесут, то есть ты понимаешь? Мы не тратим спортивные штаны, там у меня спортивная форма одежды. Или вот он вышел в коржанке, весь шипа, в браслетах, уже большая разница. Вот такая перега у него вулк торчит. К чему это вообще? Мама не мешает. Нам просто неприятно, к чему так приходится. А это неприятно, что вы на странах. Да ну... Я считаю, что это именно хубокс толкает подобное побежание. Мы к чему-то стремимся, чего-то доказать. Но они... Я не хочу их назвать какими-то паскудой, там еще кем-то... Катье, там... Пускай у него не будет интереса. Вы понимаете, как обычно, это окраины города. Окрайины города. Когда не было модного проспекта Кирова, они, я уверен... Какое дикое проявление нетерпимости к чужим вкусам, взглядам, мнениям. В споре они не слышат и не хотят понять друг друга. Библейские штампы о том, что мир добр и добрых больше, чем злых. Эй, мама! Смотри! Твоё дитя подрастает. Эй, мама! Смотри! И его и люди тает. Эй, мама! О, мой раз из колыбельных песен, эй, мама! Твой сын становится злым. Воспитать человека нашими милицейскими методами, методами запрета, ограничения, принуждения нельзя. Нельзя. Надо воспитывать, прежде всего, культуру. Поднимать культуру, прежде всего, молодёжь. Ни в коей мере, так сказать, перечёркивать эту работу и говорить, что этого не нужно и что этого не надо делать, ни в коем случае нельзя. Это нужно. Это нужно делать. И надо поворачиваться лицом к молодёжи, к их проблемам. А всё отвергать, это, по-моему, просто глупо. Может быть, кто-то не хочет замечать этого. Может быть, кто-то не хочет замечать. Может быть, кто-то хочет отсидеться, чтобы спокойно было. Это уже какая-то система, какая-то тенденция. Если люди не понимают, что они работают в идеологическом учреждении, я не знаю, нужны ли такие люди тогда у руководства этих идеологических учреждений. Мы не сумели привлечь внимание учреждений культуры. То есть вот такая позиция, позиция остаточного принципа к молодёжи, она, к сожалению, осталась и на сегодня. В целом, мнение моё лично, у нас совсем неплохо обстоит дело вот с этим направлением, что действительно ребята нуждаются в помощи профессиональной. Пожалуйста, давайте, любую помощь какую, ведь только не должно здесь вот такой стены быть. Мы и вы, ведь эта стена давно существует, что вот непризнанные, что вот вы какие-то там за это самое, нужно обязательно за что-то бороться. Не надо, ребят, ни за что бороться. Пойте на здоровье. Сейчас мы находимся перед, ну, уже печально известным таким вот местом, местом, где выставка проработала три дня и потом прекратила своё существование. В организации самой выставки вокруг этого дела уже сплотился достаточно большой круг людей. Ну, это ребята, которым просто была интересна сама затея, и, в общем-то, они приходили совершенно безвозмездно здесь работали. То есть в течение полутора месяцев здесь был ремонт в этом помещении. Вот, ну и совершенно такого закламлённого подвала, в общем-то, случился, но что-то похожее на выставочный зал. Очень много было таких надписей, что, наконец-то, когда здравствует демократия, в общем, наконец-то мы увидели действительно демократичное такое проявление, какое-то неформальное деятельность. На короткое время это стало таким, ну, творческим центром проспекта. Сюда приходили и поэты, приходили и музыканты, и нас на лестнице читали стихи. Ну, выставка была закрыта по распоряжению третьего секретаря горкома партии, товарища Елынычева. Ну, по его мнению, в общем-то, выставка не может проводиться в подвале. Потом уже здесь редко появились пожарники, санэпиденстанции, приказали нам очистить помещение в течение одного часа. Знали, наверное, практически все, потому что мы не делали из этого никакого секрета, то есть знал отдел культуры. За причиной хрустальное отношение к проспекту Кирова. Ну, и потом, может быть, это человеческие амбиции. В книге отзывов была хорошая одна надпись, что как хорошо, что время бульдозерных выставок прошло. Не надо, ребята, ни за что бороться. Пойте на здоровье. То ли время еще не сработало, то ли, если мы его не насытили, то ли духовность, то ли что ожидала молодежь. Почему отхлынуло? Мы не дали возможности допеть свою песню, дорисовать свою картину. Почему? Мы разрешаем. Организуются такие вот, ну что ли, кружки баянистов, аккордианистов, макраме, вышивают. Здесь обязательно подводится критерий оценки профессионального искусства. Вот в этом, мне кажется, у нас большая недоработка. Сам факт, что молодой не профессионал, и он что-то создает духовно, попытка создать, мне кажется, это просто прекрасно. Мы такого не предполагали, что буквально за какой-то год-два, какой-то вот большой демократизации главности в нашем обществе, вдруг будет такой вот выход молодежи на творчество. Так, кто же когда обратится? Кто проявит внимание? Кто сам по доброй воле скажет, ребята, приходите ко мне, я помогу вам. Их словно с детской передачи по-прежнему наставляют. Делай с нами, делай как мы. Но наши дети не поддаются гипнозу правильных фраз. Не верят им и сами мучительно ищут правду. Научи меня быть выше. Научи меня быть сильней. Научи меня всему, ты слышишь. Чтобы оставить от этого дня лишь груду камней. Чтобы оставить от этого дня лишь груду камней. КОНЕЦ